Всевышний Аллах говорит в Куране Разве не наступило время, когда сердце верующих станут трепетны при упоминании Аллаха, а также перед той истиной, что они спослали? Я говорю, что Хасан Басри говорил, что наступит такое время, когда вы зайдете в мечеть и не увидите там богобоязненного своих молитв, набоженного человека своих молитв, как будто он о сегодняшнем дне говорит. Если посмотреть на сегодняшний день, Субханаллах, уже и Камад сказали, он достает телефон, СМС-ку последнюю досылает, отвечает на звонки, да, сейчас я приеду, помолюсь и так далее. Субханаллах, нужно оставить, ты же зашел в дом Аллаха, Субханаллаху а-та'аля. Перед кем ты стоишь? Перед Всевышним Аллахом, Субханаллаху а-та'аля. Если ты заходишь к какому-то директору, к министру, ты не будешь, ты отключаешь телефон, оставляешь его в машине, а ты зашел в дом Аллаха, Субханаллаху а-та'аля, к нему ты обращаешься? Малик-эль-Мулук, царь всех царей. Перед ним ты стоишь, Субханаллаху а-та'аля. Зейнуль-Абидин, это Али, сын Хусейна, сын Али, сын Ибн Абиталиба. Он перед тем, как перед намазом брал тахарат, сразу же его лицо менялось и желтело. Те, кто рядом, говорят, что с тобой случилось? Почему твое лицо пожелтело? Это еще перед намазом, не в намазе, перед намазом. Знаете ли, перед кем я сейчас буду стоять? Я хав, вайелся.